Истец просит деньги со своей любовницей, по вине которой лишился водительских прав. Ответчик считает, что ничего не должна бывшему любовнику. Артур Каренович, пожалуйста, я вас слушаю, обосновывайте свой иск. Уважаемый суд, в своем исковом заявлении я требую, чтобы ответчица компенсировала мне 1 миллион 8 тысяч рублей в счет упущенной выгоды, поскольку... Вы упустили выгоду по вине ответчица? Да, да, поскольку из-за ее халатности и, попросту говоря, обмана, меня лишили водительских прав на полтора года, я работал в такси. Вас лишили прав? Да, все верно. Так, и какое к этому отношение имеет ответчик? Ну, дело в том, что ответчик до этих событий для меня был непосторонний человек, это моя бывшая девушка, я предлагал даже ей выйти за меня замуж несколько раз, она, конечно, по разным причинам отнекивалась, и в итоге узнал, подробно узнал, с чем она отнекивалась, ну и, к счастью, в общем-то, она не стала моей супругой. Ну, дело в том, что 5 ноября я поехал на день рождения моего отчима, ну, сделал это, там, для моей мамы, да, чтобы поддержать все-таки члены семьи. И, конечно, я не планировал выпивать, поскольку такси-то моя бывшая профессия, и на следующий день, то есть 6-го, у меня должен был быть крупный заказ. Но из Тулы приехал мой брат, и он как бы не предупреждал, и вот, знаете, ну, давно не виделись, поэтому, в общем, решили выпить, да, немного. А вы же за рулем поехали на день рождения, да? Да, я поехал за рулем, и, конечно, сразу, ну, все-таки праздник семейный, я, конечно, предлагал моей бывшей девушке, да, поехать со мной, то есть составить компанию, поскольку предполагаю, что она будет общаться больше с членами моей семьи, на что она все-таки, ну, она отказалась на это предложение, ссылаясь на то, что у нее голова болит. Вы поехали, пить не планировали, но выпили. Да, я поехал один, ну, человек, да, бывать была. Вы на рабочей машине поехали. Да, поехал на рабочей машине, но, естественно, я не планировал выпивать, и брат приехал, как я ей сказал, выпили, опять же, когда я решился немного выпить с братом, я понимал, что у меня там дома сидит моя девушка. Я ей позвонил, на фоне играла музыка, ну, как она сказала, что она сама включила эту музыку, знаете, ей-то помогает снять головной бой. А что, я, по-твоему, должна пристерти все время, что ли, лежать? Я не понимаю, мне стало легче, естественно. Естественно, при чем тут музыка? Объясните мне, я пока вообще не понимаю, что произошло. Я удивился, но она скажет... При чем здесь музыка в трубке у ответчатся, и ваши права? Я пока не схлопывается у меня, понимаете? Я хочу просто донести мысль, почему я доверился этому человеку. Она сказала, что, слушай, у меня головная боль прошла, классно, вот она слушает музыку, но я не ожидал, что она... Ну, раз у человека голова болит, наверное, таблетку выпьет, приляжет. Ну, наверное, ладно. Я обрадовался, ну, раз с тобой все хорошо. Я коротко рассказал ситуацию, тем более она знала, что на сей день у меня большой заказ. Я попросил ее приехать за мной, точнее, приехать на транспорте, на такси, например, и сесть за руль моей машины, мы вместе бы отправились домой, поскольку она также прописана в ОСАГО, у нее есть водительские права. Почему бы и нет? В вашем рабочем автомобиле она вписана в ОСАГО? Да, да, у нее в страховке она вписана, поэтому... Подождите, кто собственник автомобиля? Собственник машины я, но я не каждый день езжу. А, вы такси, вы на своей машине работаете? Ну, в магазине, конечно, она допускала, садилась за руль, как бы, почему нет? И вы попросили девушку свою приехать... Да, простое желание, это логично, ехать... И отвезти вас домой за рулем, везти с автомобилем. Да, да, чтобы завтра все, автомобиль при мне, и я завтра поехал на работу. По дороге нас остановили сотрудники ГАИ. Как оказалось, то есть они провели тестирование, да, на... осветительственном алкотестере, вот протокол, и у нее в крови оказалось 0,75 промилле... Да, алкоголя, и это просто меня шокировало. То есть я, ну, задумка-то в чем была, что она трезво приедет меня забрать, в итоге ее лишили водительских прав, этого сотрудникам ГАИ оказалось мало, меня лишили водительских прав за то, что я, будучи собственником машины, допустил к управлению лица в состоянии алкогольного опьянения. Все правильно, это не сотрудникам ГИБДД мало оказалось, это закон так написано. Уважаемый суд, простите, я с этим до сих пор не могу согласиться. Я не понимаю, я пассажир, во-первых, я сам, как они проверяют, у них алкотестер есть, а как я должен был разобраться, что она пьяная? Ваша честь, можно я скажу, пожалуйста? Секунду я дослушаюсь, а потом у вас будет возможность высказать. У меня есть родственники, у меня есть друзья, но я самому близкому человеку, я позвонил, она мне сказала, слушай, да, головная боль прошла, я ей сказал, зачем нужно приехать меня забрать, и в итоге оказалось, что она выпила, я, конечно, я не смог определить. Она вам об этом, что она выпила, не сказала, приехала, села за руль вашего опьянения, в итоге вас остановили, в крови нашли алкоголь, вас лишили права, поэтому вы считаете, что виноваты в этом ответственности? Да, причина следственности. Вы не знали о том, что она выпила, что села за руль? Не знал бы, не пустил бы за руль, все очень просто. Он врет. Документы. Да, пожалуйста. Все протоколы, которые были привлечены к административной ответственности. Так, понятно. Упущенная выгода, 1 миллион 80 тысяч. Что это? Уважаемый суд, ни копейки больше. Слушай, я вам передал справки, 60 тысяч рублей. 60 тысяч рублей мой официальный доход ежемесячный. Полтора года. Вот если эту сумму умножить на, получается, 15 месяцев, то в итоге такая сумма, ровно такая сумма и выходит. Сразу хочу подчеркнуть, просто были какие-то обвинения в моей сторону о какой-то мелочности. Дело в том, что я дарил ей какие-то подарки. Я вообще молчала, между прочим. Я обновил ей какие-то подарки, смартфон обновил и так далее. Мне этого ничего не нужно. Просто заходит вот это все. Уморочит не имущество здесь в вашу деле, например, расставание. Да, я просто знаю достаточно хорошо ее характер. То есть ваш ежемесячный доход 60 тысяч рублей. Вы полтора года не можете работать из-за того, что вас лишили прав. Вот это 1 миллион 800 складывается, да? Да, совершенно верно. Ни копейки больше, мне ничего лишнего. Понятно. Пожалуйста, Виктория Николаевна, ваше отношение к заявленному иску. Ваша честь, я с иском, естественно, не согласна. Никакие деньги я ему возвращать не собираюсь. А зачем вы за руль-то сели, если знали, что выпим шею? Ну, здесь все очень просто. Это он здесь рассказывает, такой белый пушистый весь стоит, якобы. Что он мне позвонил, и я сказала ему, что я тут же приеду. На самом деле, у него такой характер, что я ему якобы все должна, понимаете? То есть что у нас не происходит, если он пьяный или еще что-то, я ему понадобилась, начинается сразу шантаж. Ну и я, ты начинаешь сразу, ты моя женщина, ты моя женщина, я тебе что, зря шубу купил, еще что-то. Ну скажи, что этого нет. Все это есть. И, естественно, ну... Так, давайте вот к тому вечеру, ноябрьскому, когда вы согласились приехать и сесть за руль автомобиля своего молодого человека, чтобы довезти его до дома. Да, да, я бы поехала. Вы же знали, что вы уже выпили? Да, я знала. Но он на меня надавил, как обычно. Я поехала. Ну потому что, ну, я... А почему вы не сказали, что вы уже употребляли алкоголь в этот день? Это решил бы все проблемы. Артур, я не могу тебя забрать, потому что я... Немножко выпила вина. Ваша честь, у нас уже были такие ситуации, и у нас всегда это все выходило не в мою пользу. Какие такие ситуации? Вы уже не раз садились, выпивши за руль? Нет, нет, я просто знаю, что он бы давил до конца. И мы либо бы очень сильно поссорились, либо мне всего лишь там 20 минут сесть за руль машины от его дома и довезти... Да хоть две минуты. Ну там 20 минут по дворам. Мы всегда ездили, никогда никого не было. Нельзя садиться за руль, понимаете? Я согласна. Вот хоть дом объехать. Я согласна. И вообще я понимаю, что меня, ну, лишили водительских прав не просто так. Я это все признаю. А меня за что лишили водительских прав? Это уже твое дело, не надо было пить. Ты прекрасно знал, что тебе на работу. Это вот сам разбирайся. А я сейчас про себя говорю. Так вот, я его села... То есть, Виктория Николаевна, вы подтверждаете, что вы не сказали Артуру Кареновичу о том, что вы выпили и сели за руль в авто. Он не знал об этом? Он знал. Он видел прекрасно, что я пьяная. Он просто был чуть пьянее, но он прекрасно видел, что я тоже была пьяная. Ну, как пьяная? Да, я там выпила 2-3 бокала витару. Ну, 0,75 промилле, это... Это не так много и не так заметно. Это не так много, чтобы определить, что человек пьян, но этого достаточно для того, чтобы его лишить прав, если он сел за руль. Ну, вот... Уважаемый суд, я еще хочу подчеркнуть. Во-первых, я немного выпил, поэтому мне просто физически было бы сложно... Такого немного ты выпил? Запах какой-то почувствовать, да, какое-то подозрение. Я у тогда еще близкого человека задал вопрос. Ты это можешь сделать? Ну, то есть, ты трезвая. Ты не задавал вопрос, не надо сейчас вот так рассказывать. Это не так было. Ты начал меня напрямую шантажировать просто. Если бы она просто прям... В смысле ты задал вопрос? Просто намекнула бы мне, что она не трезвая, для меня этого было бы достаточно, чтобы не подвергать угрозе мою профессию. Ну, Виктория Николаевна, ну, из-за вас, получается, лишили прав-то, Артур Каренович, ну, из-за вас, получается. Почему из-за меня? Нет, я согласна, подождите, что меня лишили прав, я не против, да, я села за руль... Ну, так его лишили из-за того, что он вас допустил к управлению. Но он говорит, что он не знал, и вы подтверждаете, что вы ему тоже об этом не сообщали. Да как он не знал? Да знал, он прекрасно. Да что, ты не видел, что ли? Нет, не видел, извини, не видел. Так, ну, все, все, хорошо. Вина от меня прям не чувствовалась. Ваша честь, это не все, что я считаю важным рассказать, просто об ответчице. Дело в том, что, как оказалось, она, как я рассказал, ее подруга, лучшая подруга, и показала мне фотографии. При этом она проводила свое время не в одиночестве дома. Артур Каренович, вообще мне это неинтересно абсолютно, с кем она проводила время. Ну, вас неинтересно, а это... Это интерес только вам, и вы с этим останетесь наедине, ладно? Да, простите, хорошо. Лишняя информация для суда. Вы работать, кроме таксиста, кем-то еще можете? Вот и я то же самое говорю. Я не хочу. Не хотите? Нет, просто это... Я с детства... Почему? У вас руки, ноги, все на месте, глава. С детства, видимо, родился и сразу за руку машину сел. Вопрос в компенсации нанесенного мне ущерба. Весь ущерб должен быть доказан. Да, я прошу. Если бы вы, не дай бог, в аварию попали и потеряли бы трудоспособность, я бы еще понимаю, я вообще не могу по вине ответчика работать, пусть она мне компенсирует мой заработок. А здесь я не могу работать таксистом, у меня нет прав. Так и я тоже самое, я не понимаю, какая упущенная... Мои убеждения должны серьезно поменяться. Ну, то есть вы просто не хотите работать, да? Нет, ваше честь, он просто... Он просто хочет вернуть все свои шубы и кольца, которые он мне когда-то подалил. Тут удаляется для принятия решения. Вот и все, что тебе надо. Далее в программе. Знаешь, кто такие эскортницы и их обязанности? Вот приходи и отрабатывай свои деньги, а иначе ничего не получишь. Молодая девушка поехала в Турцию в качестве сиделки. Но выяснилось, что пожилому заказчику нужны совсем другие услуги. Ну, она-то забирала собаку сама. У нее где глаза были? Она что, не видела, что это не ее песик? Два хвоста и восемь лап. Две собаки оказались абсолютно похожи. К чему привела невнимательность хозяйки, которая забрала из салона не своего песика? Узнаем в суде. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав позиции сторон и оценив в совокупности все представленные суду доказательства, решил, исковые требования о взыскании упущенной выгоды оставить без удовлетворения. Сейчас судья ответственность признала, что она не сообщила вам о том, что выпила. Поэтому фактически, ну, как побоялась, что вы ее там поймаете на каком-нибудь обмане, но фактически она сказала, что вы не совершали административное правонарушение. Протокол судебного заседания ведется, видео-аудиозапись. Вы можете взять копию этого протокола, предоставить его в вышестоящую инстанцию, когда будете обжаловать постановление. Дадут этому оценку, и есть хорошие шансы отменить это постановление и вернуть себе права. Все понятно? Да, понятно. Дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. На самом деле я рад даже, что так получилось. Эта история показала мне, что с таким человеком я бы не хотел иметь что-то общее. Так правильно ему судья и сказал, пусть идет, работает, как я ему и говорила. Надеемся, вы никому ничего не должны. Расскажите, за что я должна что-то платить? Может, потому что вы опорочили ее честь и достоинство? И вам не придется рассказывать самые интимные подробности своей жизни. Да, спала с этим старым козлом. А понаблюдать за откровениями других можно здесь. Я отыграю, стой, ну не надо! Я отыграю, стой, ну не надо! Я отыграю, стой, лечиться тебе надо! Лечиться, лечиться тебе надо! Дела судебные. Деньги верните! Без этих денег смерть мне! Ты же тещу мою знаешь! Не пропустите! Истец просит взыскать свою заработную плату по договору оказания услуг. Ответчик иск не признает. Платить отказывается. Говорит, что услуги оказаны ненадлежащим образом. Пожалуйста, Елена Алексеевна, обосновывайте заявленные вами требования. Здравствуйте, Ваша честь! Я прошу взыскать вас с ответчика мою честно заработную плату в размере 60 тысяч рублей, которая у нас прописана согласно договору оказания услуг. Я сама студентка-заочница, учусь в педагогическом университете и попутно подрабатываю в фирме, которая оказывает различные услуги нуждающимся по дому. Это закупка продуктов, приготовление пищи, уборка по дому. И вот как раз такой договор. У нас был заключен с Сергеем Геннадьевичем, с его семьей и на протяжении 8 месяцев с понедельника по пятницу с 10 часов утра до 6 часов вечера я каждый день работала и помогала в его семье. И недавно Сергей Геннадьевич мне заявляет, что ему необходимо уехать на лечение в Турцию на 2 недели, у него какие-то проблемы с коленями, и предложил мне поехать с ним. Я сразу же обратилась в нашу фирму, на что мне сказали, что наша фирма не предоставляет такие услуги, так как это не в России находится. Но мне сказали, что я могу поехать в частном порядке, только для этого нужно заключить с Сергеем Геннадьевичем наш отдельный договор. Что мы сделали, Ваша честь? Изначально в Москве мы договорились с Сергеем Геннадьевичем, все это обсудили. Что время ухода за ним будет точно так же, как в Москве, с 10 утра до 6 часов вечера. Так. Но в Турции все должно было происходить. Да, все правильно. Также я буду проживать отдельно, это важно. Отдельно я буду проживать не вместе с Сергеем Геннадьевичем. И все это будет за его счет. То есть я смогу немного отдохнуть, но также и заработать. Все точно такие же услуги. Я буду ему помогать, сопровождать его на массаж, на различные процедуры, по ресторанам, по магазинам. В принципе, что я и делала. Еще бы хотела отметить, что когда мы прилетели в Турцию, приехали в номер, в отель, выяснилось, что Сергей Геннадьевич для нас лично снял шикарный номер люкс двухкомнатный и планировал, что я буду проживать с ним в одной из комнат. Но я сразу же отказалась. Мы в Москве с ним обсуждали, что я буду жить отдельно. И в связи с этим мне пришлось снять себе личный отдельный номер, самый обычный, стандартный. Вот моя квитанция об оплате этого номера. Вот как раз это самый один из первых и основных пунктов договора. Ты не выполнила, Ваша честь. Там было в договоре отдельным пунктом прописано, что я за свой счет предоставляю ей жилье в отдельной комнате рядом с собой. Потому что мне круглосуточно может помощь понадобиться. Так она сразу заявила, что я буду жить отдельно. Но меня это не устраивает. Подождите, у вас какие отношения с инститцией? Никаких у нас отношений нет. А почему она должна с вами в одном номере жить? Потому что она сиделка и должна жить рядом. И я все-таки не какой-то олигарх запредельный. И у меня ограниченный бюджет. То есть это прямо в договоре вы прописали, что она с вами должна в одном номере жить? Там прописано в договоре, что она живет в отдельной комнате рядом со мной. Отдельное жилье я ей предоставил. Елена Алексеевна, давайте мне договор, квитанцию об оплате вашего номера. Что у вас еще там? Когда мы вернулись в Москву, по возвращению в Москву, Сергей Геннадьевич отказался наотрез платить, не мое честно, заработную плату, которая у нас с ним была прописана. Сказал, что я ненадлежащим образом выполняла свои услуги. Да, и это прописано в договоре, ваше честь. И чем я... Что если она один из пунктов договора нарушает... Отвечу, я когда вас спрошу, вы мне будете говорить. Сейчас я пока общаюсь с юстицией. Так, отказывался оплатить вам услуги. Сколько стоимость услуг составляла за... Размер этой суммы 60 тысяч рублей. 60 тысяч рублей? Он вам вообще не заплатил? Нет, он отказался это платить. А чем мотивировал? Мотивировал тем, что я ненадлежащим образом выполняла все наши прописанные услуги. Ненадлежащим образом выполняли свои обязанности по договору. Я нарушила не один, а целых три пункта договора. Так. И еще я бы хотела заявить дополнительные исковые требования на сумму 28 тысяч рублей. Это вот ровно та сумма, которую я потратила на оплату своего личного проживания. И хотелось бы сразу отметить, что я специально... На свое личное проживание, Ваша честь, можно тратить, когда едешь отдыхать. А когда едешь работать, то надо работать и выполнять условия договора. И я хотела бы добавить, что этот номер я специально запланированно сняла ровно напротив номера Сергея Геннадьевича. Чтобы в любой необходимый момент, либо что-то он мне позвонил, попросил прийти, и я сразу же через секунду оказалась около него. То есть номер был напротив, рядышком? Да, 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 все рядом. Понятно. Так, пожалуйста, Сергей Геннадьевич. Ваша честь, иск я не признаю, никаких денег платить не собираю. Почему? У меня действительно артроз коленных суставов. Вот есть выписка из моей медицинской карты. И в Москве я работаю удаленно и могу себе позволить находиться в комфортных для себя условиях. Моя жена работает на своей работе. Каждый день с утра до вечера. И поэтому мы обратились в агентство, чтобы нанять услугу, чтобы нам предоставили по уходу за больным человеком. Вы поехали в Турцию, да? Да, в Турцию мне предложили поехать на летение. Какие у нее были обязанности в Турции, что она должна была исполняться? Она должна меня была сопровождать везде. На процедуры, на завтрак, на ужин. И я все условия договора выполнил. Отдельную комнату ей предоставил. То, что она себе придумала график, как в Москве с 10 до 18. В договоре написано, там это второй пункт, который она нарушила. Там написано, что должна в течение двух недель находиться рядом, постоянно. И по мере надобности оказывать мне поддержку. Она вместо этого гуляла по барам там с молодыми, гуляла вечером, утром. Я не мог ни на завтрак спуститься сам с поддержкой. Посторонних людей просил, чтобы мне помогали. И вынужден был взять в аренду эту инвалидную коляску электрическую. На ней ездил. Она стоит 6 тысяч в день. Это за две недели больше сумма, чем я ей должен был заплатить даже. Для чего я ее нанимал? Ты там гулять поехала, а не ухаживать за больным старым человеком? На самом деле все было не так. Каждый день я ухаживала за Сергеем Геннадьевичем, помогала ему. С 10 до 18, как она себе придумала. Птицу слушаю, не перебивайте. Конечно, потому что мы с ним лично обговаривали, что все будет так же, как в Москве. И затем у меня, конечно же, хотелось бы как-то лично время провести. Я могла иногда отдохнуть, да. Могла, правда, спуститься в бар. Но, Ваша честь, я никакие себе пьяные гулянки, никакие там танцы с мужчинами, как вот обо мне говорят, никогда себе не позволяла. Видели, видели. И люди мне помогали, знали, что вон ты там где-то гуляешь. И вообще, Сергей Геннадьевич, вам должно быть стыдно. Мне стыдно. Да, вам стыдно. Ваша честь, у Сергея Геннадьевича прекрасная, любящая его жена, Нина Степановна. И мне на самом деле было ее очень жалко. Я не хотела, чтобы все эти подробности как-то вскрывались, всплывали. Возможно, я бы ее взял, Ваша честь, а не вот эту вертиклостку. Конечно, конечно. Сразу же, Ваша честь, как мы приехали с ним в отель, в номер, когда мы пришли в этот двухкомнатный номер люкс, я сразу же стала догадываться, о каких услугах вообще пойдет речь на протяжении всего нашего пребывания в Турции. И каждый вечер я знала, что Сергей Геннадьевич употреблял спиртные напитки. И очень важно, что по его медицинским показаниям ему вообще противопоказано употреблять спиртное. Значит, у него были процедуры грязевые ванны. После них Сергей Геннадьевич мне звонит и говорит, Лена, срочно приди ко мне в номер, у меня тут анафилактический шок случился. Ваша честь, я тогда действительно так испугалась. Я к нему прибежала, пока бежала, думала, как же его там спасти, чем ему вообще помочь. Прибегаю, а он настолько пьяный, вы себе даже представить не можете. Когда станешь старой и случится у тебя шок, ты не так... Отель-то... Отель-то на все удумываешь? Все включено было? Да, все правильно. Ну тогда могу себе представить. И вот, и как раз он пользовался всеми этими услугами от нашего отеля, все включено. Я тогда к нему в номер прибежала вообще в пупыхах. Прибегая, он меня сразу к кровати поталкивает, говорит, эту ночь ты должна остаться со мной, вот здесь вот со мной будешь сегодня ночевать. А это бред какой-то вообще. А мало ли что со мной может случиться. Сейчас такого она выдумывает. Вам стыдно должно быть Сергей Геннадьевич вообще? Ты не рассказываешь здесь, вместо того, чтобы работать, начала оправдываться. Я тогда еле от него вообще отвернулась. Своё распутное поведение. Отвернулась от вас еле-еле, и смогла убежать. И даже, несмотря на такое, я все равно ухаживала за ним как могла. Как могла. То есть постоянно его сопровождала. В перерывах между барами и дискотеками. Я всегда вас сопровождала, помогала вам добраться, куда вам нужно было, на процедуры, на массаж. Сергей Геннадьевич, вы две недели за границей решили, значит, нанять себе помощницу, которая по договору, как вы с ней договорились, она должна круглосуточно, во-первых, жить с вами в одном номере, оказывать вам просто все услуги, которые только возможны, и за это вы 60 тысяч рублей, которые даже не заплатили. Серьезно? Все услуги, которые необходимы по состоянию моего здоровья. Жить не вместе со мной, а в отдельной комнате. Спать с вами в одной постели, это вам по медицинским показаниям назначено? Ничего там и не было в договоре проспать со мной в одной постели. Вот именно, что и не было. Все она сочиняет, потому что она гулящая, поехала не работать, а вот по барам, по дискотекам гулять. А сколько вы до этого работали у ответчика? На протяжении 8 месяцев мы с ним работали, да, это время. И вот почему-то за 8 месяцев я ее ни разу в постель не потащил, Ваша честь. Хотя моя жена отсутствует на работе. А тут она распоясалась. Ну, может, вы приглядывались к ней 8 месяцев. Да, конечно, к чему там приглядывались? У меня жена замечательный человек, красивая, порядочная женщина. У меня в переписке сохранились все наши сообщения, и где ясно Сергей Геннадьевич дает понять, какие услуги он от меня хотел получить. Я вот вам могу зачитать. Что ты там еще сфабриковала? Слушайте. Переписки она. Сергей Геннадьевич в ней пишет. Ты что, совсем дура? Я тут без проблем и без тебя бы мог профессионально сиделку и помощницу нанять. А тебе тут все оплачено и включено совсем для другого. И затем он пишет. Знаешь, кто такие эскортницы и их обязанности? Вот приходи и отрабатывай свои деньги, а иначе ничего не получишь. Это вообще как вы... Да не было этого ничего. Это наша с вами переписка. Это лифт на ваши сообщения. Это все самое скачено. Давайте сюда. Сейчас любой может нарисовать. Я потренируюсь тоже, там чего-нибудь могу изобразить. Так, значит, Сергей Геннадьевич, кратко еще. Какие вы говорите, пункты-то нарушила? То, что с вами в одном номере не жила. Да, Ваша честь. Это вы считаете, она нарушила условия договора? Там была предоставлена ей отдельная комната по договору. Это прописано. Мало того, что я ей деньги плачу. Вожу по заграницу. Прошу всех встать. Далее в программе. Ну, она-то забирала собаку сама. У нее где глаза были? Она что, не видела, что это не ее песик? После чудесной стрижки хозяйки перепутали своих собак в салоне. Одно животное устроило разгром в чужой квартире. Кто за это ответит? Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав позиции сторон, оценив совокупности все представленные суду доказательства, решил. Заявленный иск удовлетворить. Взыскать с ответчика 60 тысяч рублей в качестве оплаты услуг истицы по договору и 28 тысяч рублей оплату за проживание истицы в отеле. Суд считает, что под отдельной комнатой в договоре подразумевается именно отдельный номер, поскольку в зарубежных отелях номера называются словом «рум», что переводится на русский как «комната». Более того, в данном случае проживание истицы в одном номере с ответчиком, учитывая, что их не связывают близкие или родственные отношения, было бы нравственно неприемлемо для истицы. Поэтому требование об оплате отдельного номера суд считает обоснованным. Так что будьте любезны все оплатить. И фирма твоя. Это все дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Я действительно рада такому решению и считаю, что таких мужчин нужно наказывать, которые как только оказываются без своей жены, сразу же все вот это их нутро просыпается. А я честная и порядочная девушка. Удивительно, что 20-летние девушки не читают условия договора или делают вид, что не читают. Радостно соглашаются ехать, думая, что им там будет отдых и развлечение. А нам потом, пожилым людям, приходится за все платить. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Здесь действует правило. Кто первый встал, того и тапки. Если вы не можете вернуть свои деньги... Деньги верни! А, вот! Тебе! Если семейный скандал вот-вот превратится в развод... Ненавижу тебя, урод! Истеричка! Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Вы можете обложиться законами, по которым вам что-то положено. Но я всегда найду тот, по которому вам не положено ничего. Это бесплатно. Истец просит деньги за ущерб, причиненный ей собакой-ответчика. Ответчик считает, что истец сама виновата в том, что не отличила свою собаку от чужой. Прошу всех встать. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Дудниковой Ангелины Алексеевны к Бочуриной Виолетте Владимировне. Иск заявлен о компенсации материального ущерба. Сумма иска 216 тысяч рублей. Ангелина Алексеевна, пожалуйста, я слушаю обоснование вашего иска. Я требую, чтобы она вернула мне деньги, которые... Просто этот ущерб, который я понесла по вине этой псины. Эта собака случайно оказалась... Собака-ответчица. А у вас одинаковые собаки, я так понимаю. Вот в том-то и дело. Поэтому я сюда и принесла свою собаку, чтобы показать, что они абсолютно одинаковые. Сейчас объясню... Они абсолютно разные. Сейчас я объясню, к чему это все. Перепутали их, что ли? Да, в общем, эта собака случайно оказалась в моей квартире. И разгромила мне просто все. Во-первых, она погрызла кресло. Тронное антикварное кресло. Французское. Оно было выполнено из такого дубового массива с ажурной спинкой. И сиденье было из натурального шелка. Мне его подарил бывший любовник. Он любил все эти королевские штучки. Постоянно за ними гонялся. Вот. Он его купил на аукционе за 156 тысяч рублей. Вот у меня есть чеки. Кресло, да, французское? Да, кресло. И что, собака его... Она его порвала. Прям в щепки? Конечно, в щепки. Пожалуйста, смотрите, что она сделала с моими сапогами. Это новые кожаные сапоги за 37 тысяч рублей. Да это не может стоить 37 тысяч рублей. И самое... Еще... Он порвал матрас на моей кровати и нагадил там, который стоит 23 тысячи рублей. Вот, пожалуйста. Это все за 15 минут произошло. Это за 15 минут? Да, я просто... Кресло, щепки, сапоги и матрас. И матрас, и нагадил на матрасе. Делал матрас. Да. Вот это собака. А вы сказали, что эта собака случайно оказалась в вашей квартире. Как случайно? Ну, дело в том, что их перепутали в грумин-салоне. Я привезла свою бренди. Кто перепутал? Ну, наверное, мастера. Я не знаю, кто. Так. Кто выдавал. Вы привезли собаку в грумин-салон? Да, я привезла свою бренди в грумин-салон и поехала в торговый центр с подружкой прогуляться. У вас бренди, да, собаку зовут? Да. Так. Вот. Но в торговом центре у меня произошел инцидент неприятный. Мне заблокировали карту. И, естественно, я вся на эмоциях, на стрессе. Вернулась в салон. Я даже не обратила внимания, что мне втюхали. Я приехала за собакой, получила собаку, поехала домой. Мы приехали, я пошла принять ванну, чтобы как-то остыть. Когда я вышла... И собаку оставили вот в одиночку? Конечно, да, в комнате, как обычно, все. Когда я вышла, я обнаружила, что в моей квартире просто творится дикий хаос. И, извините, пожалуйста, а могла бы я собачка, я пришла с подругой, могу я отдать, потому что он нервничает. Ну, если нервничает, да, можно. Ну, просто я так понимаю, что они действительно очень похожи. Вот, пожалуйста, да. Да, они абсолютно разные. Я тоже для этого принесла свою собаку. Чтобы поняли, что они абсолютно разные. А это какая порода? Это порода Нортвич-терьер. Нортвич-терьер, да. А у вас как зовут собаку? Джульетта. Джульетта. То есть вы у грумера, там перепутали ваших собак. И вы забрали... Да, я забрала собаку. ...собаку чужую, собаку ответчица. Да, ну, они похожи. Пока вы лежали в ванной, она вам устроила вот этот вот бразильский карнавал там в вашей квартире. Да, да, да. Так, есть подтверждающие документы, которые... Стоимость ваших сапог, кресла, вот матрас. Пожалуйста, приставу передайте. Пожалуйста. А вы вообще не поняли, что вы чужую собаку забираете? Ну, конечно, я без задней мысли. Приехала, забрала. Собака как собака. Я даже не... Ну, потому что, понимаете, я просто была вся на эмоциях, на нервах после этого, как бы, торгового центра. Я даже не подумала, что в одном салоне в одно и то же время могут оказаться две разные собаки. Тем более, когда я приехала, собака была одна уже. Там их не было 10 штук, была одна. И вот, то есть мою собаку, не знаю, наверное, передо мной забрали. А, то есть вы когда приехали, уже была одна собака? Да, да. И вы забирали, вы не поняли, что это не ваша? Нет, не поняла. Собака привезла домой. Нет, они хорошо, они внешне похожи, хотя, наверное, тоже... Это, может, они для меня похожи, я их не знаю. Но для хозяина, в любом случае, его собака уникальна. Но есть же реакция какая-то с собаке. Ну, абсолютно нормально. Ты же ей, наверное, сказали, там, бренди, бренди. Это же как ребенок, как можно перепутать. Какая-то красивая, как тебя постригли. Она что вам? Как отреагировала-то? Я... Замеляла хвостом. Мне было не до разговоров с собакой, я хотела приехать домой. А, вы не разговариваете с собакой. Нет, не разговаривала. Только я, видимо, разговариваю со своей собакой. Так, понятно. В общем, когда я вышла из ванны, весь все это увидела, как раз позвонила, объявилась хозяйка этого чуда. Вот, и привезла мне мою собаку. То есть вы потом выяснили, и вам ответчик привезла вашу собаку, забрала свою. Ну, когда я вышла из ванны, я увидела, то есть это все секунда дела буквально была. И как раз она позвонила, говорит, я приехала, в общем, привезла тебе свою собаку, я с ней встретилась. И сразу же ей, как бы, попросила ее возместить мне весь ущерб, который, собственно, был. Ну, она отказалась, да? Я даже не хотела собаку ей отдавать. Но, я думаю, оставлю еще на минуту, и от моей квартиры останется мокрое место. Поэтому, конечно, пришлось вернуть. И я ее попросила. Подождите, вы не хотели собаку ей ее отдавать и свою забирать? То есть вам кресло важнее, что ли, животного? Пока она не возместит ущерб, да. Так, а что все-таки с креслом-то? Где-то какая-то, не знаю, там, экспертиза товароведческая, товароведческая, заключение хотя бы, оценщика. Экспертизы пока я не делала. Мне хватило визуального ощущения. Что все-таки с креслом-то? Разорвана, разорвана. Вот посмотрите на сапоги, можете умножить это в 10 раз и представить, что это кресло. Ну, то есть я должен представить, как испорчено ваше кресло. У него можно заменить обивку, я не знаю, там, какие-то... Это антикварное. Кресло купили на аукционе. Ну, вам какая разница-то? На старой сидеть обивки или на новой шелковой? Ну, это подарок. Очень ценный. Я просто к тому, что можно ли его восстановить, а не целиком оплатить его стоимость? Я думаю, можно, но... У вас нет таких доказательств, понятно. Так, пожалуйста, Виолетта Владимировна, ваше отношение к ИСКОМ? Я ничего истицы выплачивать не собираюсь. Не будете. Так, как так получилось, что, как я понимаю, вы забрали чужую собаку из салона? Да, она сама виновата. Она в этот день приехала без записи. Моя собака была записана на стрижку к определенному времени. Но так как грумер-мастер заболела, вместо нее вышла девочка-помощница. Она самовольно открыла салон и решила подзаработать. Записи отменять не стала. Я привезла свою собаку, оставила в назначенное время и уехала на работу, потому что у меня было очень важное совещание. В этот момент приехала Дудникова, оставила свою собаку и убежала на три часа в торговый центр. Когда собак стригут, с них всегда снимают ошейник. Если хозяин не забирает собаку сразу после стрижки, то их размещают в гостевом вольере. Вот так и получилось, что наших Дудниковой обеих собак поместили в один гостевой вольер. Так. Мою собаку... Вы первая забрали собаку? Нет, забирала не я, забирала моя домработница. А домработница не увидела, что это не ваш собак? Ну, знаете, для домработницы собака не ребенок. А для вас ребенок? А для меня, да. Я бы увидела, моя это собака или нет. Домработница живет в этом доме, где расположен грумер-салон. Она по пути ко мне зашла, забрала собаку и уехала. То есть домработница ваша забрала? Домработница забрала. Хороший ребенок, домработница, доверяется. Следом приехала Дудникова. Забрала собаку также, да? Но она-то забирала собаку сама. У нее где глаза были? Она что, не видела, что это не ее песик? Как такое? А микроскопом и лупой я не проверяла. Тем более собака после стрижки. А знаете, здесь не нужен микроскоп, они разные. Слушайте, ну подождите. А вообще в груминг-салоне был грумер, да? Там помощница, неважно, кто-то был. Но ведь когда приходишь в салон, не вот же там в этот вольер заходишь и говоришь, выбираешь самую красивую собаку, да? И пошел. Ну как-то грумер же выдает, говорит, это вот ваша собака, это ваша, пожалуйста, забирайте. Вам, ну то есть, наверное, домработницы сказали, то есть грумер тоже здесь как-то виноват, мне кажется. Когда я приехала домой... Или вы пришли, как-то она выбралась красиво и уехалась. Так вот, когда я приехала домой, я сразу... Тем более, когда она видит двух одинаковых собак, ну надо же удостовериться, что это точно твоя. Ну это тогда вопросы к грумеру. Я этот вопрос им и задала, потому что, когда я приехала домой, я сразу увидела, что это не моя Джульетта. Я позвонила в салон и спросила, как такое вообще могло произойти. То есть вы когда сразу поняли, что это не ваша собака, вы начали разбираться в этой ситуации? Конечно. Я позвонила в салон, мне дали телефон Дудниковой. Я взяла собаку, которая у меня была дома, и поехала к Дудниковой. Когда я вошла к ней в квартиру, я увидела такой разгром. Пока вы разбирались, ваша собака разгромила мою квартиру, пока вы в салон звонили. Ангелина, вы так долго находились в ванной. Я не знаю, можно было вообще... А как вообще, вот скажите, это вы воспитывали, да, так собаку свою? Она навести себя совершенно не умеет. Я не верю, что этот ущерб нанесла одна единственная маленькая собачка. Я не верю в это. Я сама погрызла все. Потом, нужно понимать, у собаки она не умеет говорить. У нее только инстинкты. Она поняла, что она находится не у себя дома, что это не ее хозяйка. Она пыталась всячески обратить на себя внимание. Конечно, она принялась и за кресло, и за матрас, чтобы дать понять. Я думаю, собака была явно недовольна, что она попала в чужие руки. Конечно. Ее сердце собачье рвалось из груди, чтобы доказать. Ангелина Алексеевна, вы как-то на реакцию собаки-то вообще могли обратить внимание, что она недовольна? Да. Когда вышла из ванны. Ей много времени не понадобилось, понимаете? А до ванны, пока вы ее домой везли, вы не обратили внимание, что это не ваша собака? Нет. А действительно, а где вот, а если это кресло, нет, не собака повредила? А сапоги, может, споткнулись неудачно, я не знаю. Да. В вечеринке шлись. Вы посмотрите, здесь четко видно, что это грызла собака зубами. Здесь все прекрасно видно. Посмотрите. И я пешком не хожу, поэтому я вряд ли спотыкалась. Да им сто лет этим сапогам. Они тоже антикварные, возможно. Ну, конечно. И кресла антикварные. Так, ну ладно. Все-таки я вообще не понимаю, как можно перепутать собак. Мне кажется, я свое бы вот из тысячи одинаковых все равно бы узнал. Я с вами согласна. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Любовнику вопросы все. Слушайте, вас так напрягает мой любовник, да? Или может быть... Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав позиции сторон и оценив совокупности все представленные суду доказательства, решил. В иске о компенсации материального ущерба, причиненного животным, ответчице отказать. В соответствии с законом, за вред причиненный животным несет ответственность его владелец. Но хозяин животного освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. В случившемся имеется вина самой истица, которая ввиду невнимательности забрала от грумера чужую собаку. Прояви истица должную осмотрительность, а также не оставив она собаку в одиночестве в стрессовой для нее ситуации, подобного можно было бы избежать. Поэтому суд освобождает ответчицу от возмещения вреда, поскольку вред причинен не по ее вине. Все понятно? Да. Следите за собаками, за своими животными. Спасибо. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Все, теперь я буду пользоваться только услугами грумера на дому, потому что, как бы, чтобы такой фигни больше не происходило. Я думаю, что Ангелине и ее новый любовник купят и диван, и кресло, и матрас. Ничего страшного для нее не произошло. Беднее она не станет. Зато будет внимательнее в следующий раз, когда будет оставлять самую собаку. Это Дмитрий Агрис. Нельзя исправлять последствия одного преступления, совершая другое. С ним расслабляются. А чего же вы долго-то не списали, как обещали? А я и не обещал. А зря. Ваша позиция чем-то подтверждена, кроме вашего личного мнения. С личным мнением в суд не ходят. А это Николай Бурделов. Нравственность прежде всего. Именно нравственность является основой общества. Его боятся. А штрафуют. И напрасно. Требуют не вернуть деньги, а возместить обиду. Это разные вещи. Не пропустите дела судебные. Деньги верните. На нашем телеканале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok